здравствуйте рукодельницы подписчики и гости вы на канале ласкута мания сегодня делаем вот такие салфеточки новогодние кто хочет посмотреть как я это делаю оставайтесь со мной вот я взяла вот такую вот новогоднюю тканюшечку очень веселенькую вот видите какие шары на этом принте елка приближается ведь новый год это ткань хб но скорее всего или рогожка или вафельное полотенце вот какая-то вот такая плотненькая ткань я ее сколола на термостежкой со стермостежкой взяла вот такую вот зелененькую приятную такую вот стермостежку и смело теперь идем на машинку начинаем растягивать свой квилт пока вот вы видите как будете смотреть как я стягаю свою заготовочку я хочу поделиться с вами хорошей новостью ура у меня на канале 100 подписчиков это значит что 100 человек а вот такая большая аудитория проверяют мне подписались на меня мне это очень приятно я хочу поблагодарить своих друзей которые поддержали меня и откликнулись на просьбу подписаться и посмотреть вот то что я делаю посмотреть на мои вытворялки мне как рукодельницы это очень приятно что есть люди которым нравятся мои изделия вот теперь нас 100 человек и мы будем продолжаться расширяться я надеюсь и все будет прекрасно я вас прошу мои дорогие пожалуйста пишите комментарии я на все комментарии с удовольствием буду отвечать мне хочется общаться с вами и найти такой вот контакт что вы хотели что вы хотите видеть может быть какие-то замечания будет будут у вас все пишите не стесняйтесь теперь мое видео будет выходить три раза в неделю это понедельник среда и пятница вот сегодня понедельник вот это видео сегодня сделано будет следующая в среду и в пятницу так что три раза в неделю мы будем с вами встречаться и у меня очень много идей сейчас новогодние праздники вот впереди много подарочков будем делать и маленьких и больших для своих родных и близких вот посмотрите пока я с вами разговаривала вот уже квилт мы простегали и вот посмотрите как я стегаю не прямыми строчками а как бы поворачиваю ткань туда-сюда и получается такие волнистые линии вот теперь этот квилт мы обрезали обязательно надо соблюдать углы чтобы все углы были прямые вот видите какой хороший аккуратный получился квилт теперь мы должны его окантовать вот я беру просто атласную ленточку или вы можете вырезать долевую бейку и пришиваю лицо лицом реки прикладываю к изнанке изделия и прошиваю и потом будем выворачивать вот эту вот бичку на лицо я шлю так вот сейчас вот не доходя до угла на ширину припуска но обычно это 0 607 миллиметров мы оставляем иголочку в ткани поднимаем лапку поворачиваем изделие на 40 на 90 градусов и вот эту бичку аккуратно отгибаем на 45 градусов и прикладываем снова на следующую сторону чтобы у нас уголочек был аккуратным и продолжаем работу свою все делаем не спеша аккуратно вот мы все прошили теперь отогнули эту бичку на лицо вот я ее завернула и сколола иголочками чтобы аккуратно прошить и все уголки чтобы были аккуратно и вся бичка что была прошита аккуратно вот мы сейчас аккуратненько будем это прошивать я поставила зигзаг и прошиваю зигзагом то есть вот эту бейку пришиваю к полотну зигзагом я считаю что это декоративная строчка такая и она неплохо смотрится все иголочки которые нам встречаются на пути мы убираем все прошиваем вот посмотрите все у нас все прошито все уголочки прошиты веечка прошита вся вот посмотрите это довольно аккуратно выглядит неплохо вот такой вот получился ланчматик новогодние подарки мягенький такой и изнаночка у него хорошая такая вот зелененькая новогоднего цвета цвета елки вот так вот такие вот у меня сегодня поделочки девочки оставайтесь на моем канале кто не подписался подписывайтесь ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы знать когда у меня выйдет видео вы видео теперь будет в среду всего доброго до свидания